Демоверсия игры Infernox Не выглядит особо привлекательно на видео Типичная инди По виду вроде неплохая стилизация под репро Но механика сразу выдает в ней современный и не очень умелый закос под старое и доброе Доброе в кавычках Но играть в нее оказалось несравненно интереснее чем смотреть Она напомнила мне старые добрые косыльвании Когда они были еще мрачные и прямолинейные Золотая эпоха Но конечно мне скажут, что сравнивать ее нужно с Саймонс Квест Ну что ж это здорово Давно бы пора исправить ошибки Саймонс Квест и сделать похожую игру А еще Infernox напомнила мне, что я до сих пор не поиграл в двухмерный Бладстейн Стыд и позор Немедленно исправить Ох боже, как же это прекрасно Я вернулся в свои любимые восьмибитные косыльвании Неужели это возможно? Привет, подонки! Вот вы знаете, есть игры, которые мы любим за то, что они нас... Мучают? Как это объяснить, я не знаю Тем не менее, серия косыльвания, которую я также называю жапорвания Уже много лет как остается моей неизменной любимицей Особенно это касается восьмибитных и шестнадцатибитных частей Не так уж и много случаев, когда явные огрехи в игровой механике Становятся, представьте себе, отличительной чертой Симон и Тревор Бельмонты медленно ходят Прыгают высоко, но недалеко А падают быстрее кирпича Мы еле-еле ходим по лестницам И еще медузы Ненавижу, блядь, медуз Но вот убрали эти недостатки И падишь ты, последний фантазер поднимает вонь Что, понимаешь, кослы пошли не те И вообще раньше было лучше Ах, вот это настоящая игра В общем, слово плохой, это не про восьмибитной косыльвании А вот сложной, вполне Мягко говоря Но по идее, излишняя сложность только отталкивает, раздражает И по идее, вообще никак не прибавляет привлекательности Ну так почему же в косыльвании это настолько уместно? Здесь мы, конечно, снова входим в область личных предпочтений Но такая уж у нас рубрика Вот чего не отнять у косыльвании выходивших на NES и SNES Так это атмосферы Любят говорить, что туда натащили просто все клише из ужастиков И это здорово, потому что по сюжету получается, что мы напрямую с оружием в руках Воюем с самой темной тьмой Такая уж человеческая природа, что мы всегда чему-то противостоим И всегда хочется сражаться со злом И разве может быть конфликт более принципиальный, чем битва между исчатиями ада и святым воином под знаком креста? Этим и сильны первые косыльвании Вот этим ощущением открытой и ожесточенной борьбы против самых злобных и страшных существ Вот помню, фильм Ван Хельсинг вызвал у меня в детстве такой же восторг Ведь рецепт абсолютно такой же Сборная солянка из всех монстров на свете И дерущийся с ними посланник Ватикана Я уверен, кстати, что они вдохновлялись косыльванией Если бы китайцы продавали еще и бутлеги фильмов То не миновать нам диска с надписью как у киномана Кастлер Ваня Поэтому и получается, что трудности косыльвании Играют на руку ее общей атмосфере борьбы со злом В особенности хорошо это перекликается с сюжетом Когда очередной отпрыск рода Бельмонтов Отправляется в замок Дракулы Чтобы выполнить свою священную миссию И это тяжелая, тяжелая борьба Без всяких послаблений Когда ты буквально прогрызаешь себе каждый шаг Когда буквально все против тебя Даже время И если ты победил То это не просто заученная последовательность действий Это действительно ловкость Ты действительно оказался сильнее адского чудовища Возможно поэтому у меня вызывает восторг Эта сфера, появляющаяся после победы над боссом Для такого случая нам нужен особый саундтрек И вновь мы оказываемся в ситуации Когда у самой игры уже есть отличный саундтрек А в случае с кослой он даже не просто отличный, а классический Тем не менее, нам нужен саундтрек Который подчеркнул бы напряженность происходящего Мрачность обстановки, а также тяжесть борьбы И в этот раз, слава богу, это не Удо Диркшнайдер и не Доро Пеш Разумеется, я просто обязан упомянуть альбом «Смутное время» Сергея Маврина и Валерия Кипелова Песня «Косыльвания» Что, Маврик, играешь не только на гитаре? Вот вам ха-ха, а я когда-то узнал про существование кослы Из-за этой песни Да что уж там говорить, песня отличная, на все 100% к месту Но, к сожалению, она всего одна Я обожаю весь альбом «Смутное время» Но у остальных песен совершенно другая атмосфера Никак не пересекающаяся с нашими вурдалаками, зомби и летучими мышами Еще, конечно, для галочки стоит упомянуть инструментальную композицию «Трансильвания» Записанную известной группой, которая украла все песни у Арии «Айрон Мейден» Хорошо, но как из песни «Косыльвания» Одна беда, она тоже всего одна Надо бы побольше материала Группа «Тестамент» Она не входит в большую четверку трэш-металла Но все тру-металисты утверждают, что несмотря на это «Тестамент» ничем не уступает именитым группам А то и лучше, потому что не выпустил ни одного проходного альбома В отличие от И действительно, я так и не услышал у «Тестамент» хотя бы одной плохой песни В общем-то «Тестамент» можно смело ставить в палату меры весов, когда нужно объяснить все непосвященным, что такое трэш Это филигранная скоростная работа ритм-гитары, не скатывающаяся в анонизм Быстрый ритм, не забивающий при этом музыку долбежкой И мощный рычащий голос Чака Билли Который хоть и ревет как Бизон, но отлично ведет мелодию и не блюет гвоздями Я обожаю альбом «Practice What You Preach», который вы только что слышали Но, как мне кажется, для Косльвании нет ничего лучше, чем дебютник группы «The Legacy» Во-первых, там отличная музыка, все то, что я говорил про «Тестамент» Во-вторых, отличная атмосфера Упыри и вурдалаки Альбом «The Legacy» одновременно драйвовый и тревожный Как раз то, что и нужно для Кослы А стихи местами так и вовсе как будто написаны специально Альбом «Тестамент» По-моему, они отлично характеризуют безумие, которое творится в игре И отчаяние главного героя, который продирается через него, словно через терновник Ну и, конечно, жемчужина альбома Шикарная песня «Alone in the Dark» «Alone in the Dark» Вообще возмутительно, как так? Почему ее никто не знает? Да это же Косальвания, как она есть! Она рассказывает целую историю о молодом человеке, который отправился на войну с нечистью Очень необычно для трэша, а как правило там все наоборот Но не только этот альбом хорош для Кослы «Тестамент» редко пишут медляки Но если уж пишут, то это едва ли не самые лучшие и интересные песни в их репертуаре Все потому, что там нет никаких соплей или хэви металлических банальностей У этих песен очень задумчивое настроение Но при этом они все еще остаются тяжелыми Будто зверь просто заснул, но не усмирил свой нрав Поэтому для Кослы также отлично подойдут песни о The Legacy И связка из песен Return to Serenity и Trouble Dreams, которые идут друг за другом Субтитры создавал DimaTorzok Так что если вы не любите тяжелую музыку И в частности трэш, потому что там одна долбежка То искренне советую пересилить себя и как следует закопаться в творчество «Тестамент» Уж больно много там виртуозной игры И что самое главное эмоции и ярких разнообразных образов Мало, очень мало таких групп, которые могли бы вот так создавать картины перед глазами Да и вообще, смею думать, такое сочетание покажется вам интересным Косальвания обычно хэви-метал, да и уж тем более трэш, как-то не особо жалуют Ну и зря, потому что слейн вон получился просто прекрасным Увы, уже никогда мы не увидим какой-нибудь платформер про упырей вурдалаков Чтобы для него музыку написали слейерам Тем не менее, глядишь, может инди-разработчики вспомнят Что помимо модных метроид вани и рогаликов Есть еще и отличные линейные платформеры Глядишь и порадует старика Ну а пока что, придется играть в 8-битные и 16-битные косальвании Хотя они давно уже закончились, даже хаки к ним А хотя... А черт с ним, давайте еще раз пройдем третью кослу Пока, подонки Субтитры создавал DimaTorzok